Всем добрый день! Приветствую всех в Лондоне. Я нахожусь рядышком с Букингемским дворцом. Есть у нас рядышком два парка, Сент-Джеймс-парк и Грин-парк. И в этом видео, чтобы оно было для вас такое полезное, не только вы что-то посмотрели по Лондону, но, может быть, что-то интересное узнали, я вам хочу рассказать о том, как правильнее написать CV, резюме, чтобы вам позвонили. Потому что очень много людей сейчас, например, когда ищут работу, они составляют резюме и делают просто массу аппликаций, то есть сотнями рассылают, да, или, ну, подают на каких-то специализированных сайтах, куда нужно загрузить свое резюме, но вам никто не звонит. Почему я имею смелость, так сказать, сделать об этом видео? Потому что я работаю, то есть я занимаюсь, я работаю в сфере разработки систем, ну, сейчас это принято модным словом называть искусственный интеллект, вот. И я, одна из моих специализаций таких основных, это я работаю с текстами, то есть я разрабатываю системы по пониманию текстов, документов, всего угодно, что связано с текстами на разных языках, вот. Поэтому я думаю, что данная информация будет вам полезной, и вы значительно сможете спрогрессировать в поиске работы, да, если у вас есть такая цель. Это не только относится к поиску за границей, потому что в наших странах, я думаю, что они тоже уже внедряются, вот эти системы по автоматическому сортировке, так скажем, резюме. Вот там у меня еще, ну, вот по правую руку, по левую руку, для вас это право, там Сент-Джеймс-парк, и я там только что была, там только чудесных, очень красивых деревьев, поэтому давайте прогуляемся немножко, и я вам открою тайны, да, как составлять резюме. Пойдемте. Сейчас Бакингемский дворец минуем, хотя в Бакингемском дворце королева и принц Филипп, ее муж, они не находятся, то есть как только началась вот эта с ковидом вся история, они выехали отсюда, и они живут до сих пор в Виндзорском дворце. Принц Филипп, ну, в общем, вот за спиной у меня Бакингемский дворец. Принц Филипп, он у нас лежал в больнице почти месяц, ну, ему вообще 99 лет, и, ну, все беспокоились, королева там была одна, вот, и где-то неделю назад принц Филипп вернулся из больницы уже в Виндзор, в общем, вроде бы сейчас с ними там все в порядке. Небольшое вступление, коль мы возле Бакингемского дворца с вами. Итак, поехали по резюме. И, пожалуй, такую практику продолжим, да, когда я буду за кадром и буду показывать вам город или парк, что тут у нас будет по пути, и буду вам рассказывать по резюме, то, что является темой сегодняшнего видео. Пойдемте. Итак, сейчас все резюме или CV, как здесь принято называть за границей, у нас называется резюме, это такое письмо, так скажем, которое вы составляете о вашем опыте рабочем. Значит, на данный момент, так как, например, в компаниях посылают на определенную позицию сотни, куда-то приходят тысячи резюме, и физически человек не может это прочитать, да, и отобрать, применяются системы, которые фильтруют эти резюме, как система работает, да, то есть такие программные продукты, в которых заложен определенный алгоритм, который фильтрует резюме. И вот если ваше резюме составлено неправильно, то этот алгоритм, он просто игнорирует ваше резюме, и сотрудник, этот рекрутер, да, или HR, отдел кадров, они, ваше резюме просто до них не доходит даже. Понимаете, в чем дело? Поэтому для того, чтобы пройти первый вот этот фильтр, чтобы ваше резюме было отобрано, и оно попало к живому человеку, вот этот шаг я вам расскажу, как преодолеть. Значит, вот у нас Сент-Джеймс-парк, один из парков, который прилегает к Букингемскому дворцу. Вот он, он не очень большой, и по другую сторону, если его пересечь, уже будет Вестминстерское аббатство, парламент и Биг Бен, в общем, здесь все рядом. По поводу этих систем, значит, основной смысл в том, что рекрутеры, да, у них для каждой позиции есть определенный список требований к каждой роли. Когда они ищут какого-то специалиста, у них есть список того, что должен знать этот человек. И они, когда они открывают позицию, да, они публикуют такую спецификацию, ну, здесь называется Джобспек, да, спецификация по конкретной позиции. У нас, не знаю, ну, описание, наверное, должности. То есть тот документ, та публикация, в которой прописано, что там они ищут такого-то специалиста, и он должен знать то-то, уметь то-то и так далее. Вот то, что они пишут в «знать и уметь», как бы требования, это суперважно. То есть, что я имею в виду? Например, ищут какого-то специалиста, я не знаю, по анализу данных, да, и они пишут, что он должен уметь, он должен уметь анализировать, то есть анализ данных, да, что-то моделирование данных, визуализация данных. Вот это прописано в требованиях. И вы должны составить свое CV, если вы знаете, что вы компетентны в этой области, и это именно та позиция, которую вы хотите занять, та работа, которую вы хотите получить. То есть вы берете, идете на сайты и смотрите предложения о работе, и читаете внимательно все вот эти описания. Дальше вы составляете список таких фраз. Это либо ключевое слово «оно одно», либо это фраза, то есть два, максимум три слова. Три слова – это уже тяжелая фраза. Лучше два, когда слово. Ну вот, анализ данных, да, это потому что так алгоритм, это лучше будет работать. Или там «визуализация данных», а не там «визуализация данных в сфере, я не знаю, геофизики, еще чего-то, астрономии». Это писать, ну так, длинно, не очень хорошо. Это очень тяжелая такая, тяжелая фраза. Смотрите, какая красота. Это настоящее дерево, то есть не искусственное. Вот, и вы именно в требования, которые выдвигают, то есть потому что вы хотите устроиться на работу к кому-то, и этот кто-то, он ожидает от вас определенные качества. И чтобы вам получить эту работу, вам просто надо соответствовать этим качествам, да. В общем, все логично. И, соответственно, вам надо составить резюме. То есть вы берете штук 5-10 предложений о работе, которую вы хотите, да, пусть это даже будут какие-то компании, которые вы считаете, что слишком, там, высокого уровня. Это не важно. Просто берете все резюме, и вам надо проанализировать и составить вот этот списочек ключевых фраз и слов, которые они используют. И потом вы пишете свое резюме. У вас должны быть короткие предложения. Не надо писать рассказ на 5 листов. Хорошее резюме – это одна страница. Ну, максимум две. Больше – это уже, во-первых, это никто не читает в принципе, и рекрутеры, они сами, то есть, ну, у них не будет столько времени. Он читает там первую страницу только. Перевернуть лист – это очень маленькая вероятность, что кто-то будет смотреть вторую страницу. Поэтому вам нужно все поместить на одну страницу. Даже если у вас там опыт, я не знаю, в 30 лет, это неважно. Вам надо составить резюме таким образом, чтобы у вас все помещалось на одну страницу. И ваше вот это резюме, оно должно быть просто полно вот этих ключевых слов из соответствующих той работе, которую вы хотите получить. Избегайте писать лишние слова. Там, например, «я работал в должности такой-то». Это не надо писать. То есть, «я вообще практически должно отсутствовать в резюме». Потому что вот эти системы, когда они работают, они все равно выбрасывают вот эти слова. Ну, это если хорошие, качественные системы, то они выбросят эти слова. И может получиться так, что вы используете такие слова, которые нерелевантны абсолютно запросу работодателя. И ваше резюме, ну, то есть оно не получает никакого балла, да, по итогу сканирования. И оно просто игнорируется, и все. То есть, ваша задача – найти список ключевых слов, которые соответствуют вашей работе, и составить так резюме. Вот, например, вернемся к этому специалисту по анализу данных, да. Вы знаете, что работодатель требует визуализацию, моделирование и так далее. И вы можете указать там своей предыдущей позиции, или где вы работали, что у вас есть в этом опыт. И пишите. Про опыт лучше написать там сверху, что опыт столько-то лет в такой-то сфере, в области анализа данных. Дальше там по последнему или текущему рабочему месту выполнял следующее, двоеточие. И просто через запятую или в столбик перечисляете четко вот эти ключевые фразы. Моделирование данных, анализ данных и так далее. То есть, поэтому, когда ваше резюме будет загружено в какую-то компанию, да, или в какой-то... О, выход есть. Когда ваше резюме будет загружено в какое-то... на какой-то сайт, и оно попадет в какую-то компанию, оно пройдет вот этот фильтр, оно получит нужный вес, и оно пройдет фильтр, необходимый для того, чтобы ваше резюме попало к живому человеку. А там уже все зависит от вас. Там уже интервью, общение и так далее. Вот такие вам подсказки. Надеюсь, вам это оказалось полезным. Ставьте лайк за это видео, мне за проделанную работу. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok